А ты никогда не размышлял о великой роли бумаги? Надо поклониться ее беспредельному терпению. Можно написать на ней, на холмах Грузии лежит ночная мгла. А можно кляузу на соседа. Можно переписать диссертацию, чтобы изъять одну фамилию, один факт, чтобы изменить трактовку. Если есть бумага, почему не сделать? Она все выдержит. Но души-то у нас и у ребят небумажные, Коля. Я не раз уже декларировал, что одиночество, в отличие от невостребованности, еще надо заслужить. Я не знаю, что вы вкладываете в слово «одиночество». Одиночество – это самодостаточность. Понимаете, вам никогда не может быть скучно с самим собой. Вам всегда есть чем заняться. Вам есть о чем вспоминать, есть о чем мечтать, есть что делать. Это уже не одиночество. А вот невостребованность – это совершенно другое дело. Как быть невостребованным? Как не стать невостребованным? Ну, обрети навыки, знания и квалификации, которые востребованы. Стань мастером в той или иной сфере, и тебя будут разыскивать, рекомендовать, искать, умолять, предлагать, соблазнять и так далее, и так далее. Вот такая, в общем-то, вещь-то простая. Подумайте, друзья. Поэтому в этом смысле одиночество, ну, вы знаете, вот самое страшное – это коллективное одиночество. Оно или в семье, или в трудовом коллективе, или где-то. Вроде много. А вот человек, вот как сейчас у нас в стране зачастую с переломом души все ходят, да? Нас здесь много. Депрессии, стрессы, чувство неуверенности в завтрашнем дне, да? И, следовательно, некое одиночество. Нет понимания среди порой даже родных, близких, друзей, знакомых. Это же надо разгрести сначала внутри себя, а потом декларировать наружу. И знаете, как там у Станислава Павловича «Доживем до понедельника», да? Счастье – это когда тебя понимают. Ну, это говорит прыщавый подросток. Если тебя не понимают, значит, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Объяснись, и тебя поймут. Знаешь, почему не пишется? Потому что туман в голове. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Значительно важнее научиться понимать других людей. И ты требуешь понимания к себе, а ничего не делаешь для того, чтобы обрести эмпатию, да? То есть понимание и сочувствие других людей. А это одномоментные, совокупные, сэнергетические процессы. Когда изучаешь себя, смотришь, есть ли это у других людей. Когда обновил это в себе, понимаешь, что и в других людях есть то же самое. Поэтому одиночество зачастую, это, знаете что, это полнота. Одиночество зачастую, вот первое, когда накрывает, когда ты начинаешь на пути к себе вставать, тебя накрывает, как тебе кажется, одиночество. А это полнота. Теперь ты можешь вместить в себя весь мир. А когда ты захламлен, чувства одиночества нет. У тебя все там, значит, занято. Все углы, закоулки, полки, ниши, андресоли, сараи, все забито. И причем забито так, что ты ничем из этого воспользоваться не можешь. Потому что не знаешь, есть оно у тебя или нет, в каком он состоянии, где лежит. А когда ты почувствовал вот это, вот знаете, это как большое пустое помещение. Теперь ты можешь его заполнить так, как тебе нравится. И по дизайну, и по содержанию. И вот некоторые путают это чувство с чувством одиночества. Это как раз чувство полноты, свободы, наличие пространства для того, чтобы теперь начать создавать свою вселенную. То есть вселять в себя те или иные навыки, знания, отношения, устремления, цели, ценности и мечты. Кто писал искренне, как Натик, те оказались в дураках, над ними будут издеваться. Кто врал, работал по принципу У-2, тот подонок. А что такое У-2? Первое У-угадать, второе У-угодить. Когда чужие мысли, аккуратные цитаточки дома приготовлены, и пятерочки можно читать в кармане. Есть у нас такие, Элочка? Я не знаю, наверное. И что же ты предлагаешь? Разойтись. Все уже ясно, все счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok